Хорошо, спасибо. Доброго дня всем коллегам. У нас очередная встреча с вами. Возможно, здесь есть уже те, с кем мы виделись и общались. Так или иначе, рада приветствовать вас всех уже в завершении года. Дай бог, чтобы вы завершили все хорошо. Самое главное, позаботились о себе, естественно, да, и с новыми силами, с новыми желаниями вступили в год грядущий. У нас с вами сегодня тема, такая своеобразная, наверное, в какой-то степени, это что нужно знать педагогу-воспитателю о детской привязанности. То, о чем мы с вами сегодня будем говорить, это некий тип взаимоотношений, который возникает между родителем и ребенком и который обуславливает в дальнейшем все наши человеческие отношения. То есть вот с одной стороны, кажется, да, ну вот это то, что возникает между мамой и ребенком, родителем и ребенком, а с другой стороны, это то, как потом дальше мы с вами взаимодействуем и выстраиваем контакты со всеми другими нашими людьми, с нашими значимыми людьми в течение жизни. Мне бы очень хотелось, есть ли люди, которые уже в курсе, да, что такое привязанность, как она формируется, какие есть особенности. То есть если вы знаете, вы знакомы с этой темой, тоже прошу поставить огонечек. Если нет, тогда сегодня узнайте. И в течение нашего вебинара, да, тоже вы можете задавать вопросы, я потом посмотрю чат и постараюсь ответить либо в течение, ну, как бы, всего вебинара, да, либо ответить уже к завершению его. Вот. Ну, начнем, да, нашу тему. Я прошу вас обратить внимание на эти картинки, да, которые вы видите сейчас у себя на экране. И обратите внимание, да, что здесь за действие изображено. Да, это из мира животных у нас, это вот такая вот история, вот можно еще вот на такую картинку посмотреть. Как бы вы охарактеризовали вот то, что есть здесь, да, то есть какой тип взаимоотношений представлен здесь, каким бы одним словом вы это охарактеризовали. Вы можете написать в чат, а я с удовольствием посмотрю на ваши ответы. Мы начинаем с того, что это эволюционный аспект нашей рассматривания темы сегодня. И мне хочется задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о материнском инстинкте? Если да, тоже нажмите огонечек. Слышали. Отлично, отлично. А теперь другой вопрос, более с подвохом. Скажите, пожалуйста, а существует ли материнский инстинкт? То есть если да, то поставьте плюсик. Если вы считаете, что нет, то поставьте минус в чате. То есть это вопрос такой дискуссионный, да, и... То есть большая часть существует, существует, существует. Да, я смотрю. Нет тех, кто считает, что его нету. Ну, коллеги, тогда, наверное, я вас разочарую, потому что на самом деле материнского инстинкта не существует. Да, да, вот Малеси пишет, что он слышал мнение, что нет. В действительности мы не можем говорить о материнстве или о родительстве как об инстинкте. Почему? Потому что инстинкт – это нечто эволюционное, это нечто незыблемое. Я сейчас буду так, как бы, условно говорить без каких-то специальных терминов. Но это то, что невозможно нарушить. То есть это невозможно нарушить, это невозможно отменить, он сработает в любом случае. Если мы будем говорить с вами про животных, у животных материнский инстинкт есть. Он заложен в их природе. Есть определенные особи, которые, ну, как говорится, у которых он не заложен от природы. Поэтому у этих особей, ну, как бы, они могут, собственно, оставить там своего детеныша или подкинуть его кому-то другому для вскармливания, да, и воспитания. Так вот, что же тогда существует у человека? Ну, мы однозначно точно знаем, что есть некая связь между мамой и ребенком, которая возникает, которая есть, которая достаточно крепкая, которая позволяет даже родителю чувствовать настроение своего ребенка, позволяет чувствовать, как бы, его эмоции, да, даже в какой-то степени предугадывать. Вот это мы говорим не об инстинкте. Мы говорим как раз-таки о привязанности. И что здесь надо понимать? Что это не то, что в нас встроено, это то, что у нас формируется. И вот здесь самый главный вывод, который нужно знать любому человеку, по сути, это то, как я сейчас контактирую со своими близкими людьми, с супругом, например, да, с друзьями, с родителями, со своими собственными детьми. Это некий такой перенос того взаимоотношения, которое было у меня с моими родителями, чаще всего с мамой. Чем это актуально в контексте, допустим, педагогической деятельности или воспитательной деятельности? Но опять же, это актуально тем, что это формируемое. Раз это формируемое, значит, можно это сформировать определенным образом. Что есть привязанность? Если мы не будем говорить про материнский инстинкт, но мы будем говорить про то, что, допустим, у женщин есть этологическая подоплека, то есть есть эволюционная подоплека для того, чтобы привязываться к своему ребенку, так же, как и у ребенка. У ребенка это базовая потребность, то есть он не может выжить, если о нем не позаботятся взрослые. Вы знаете, я, наверное, буду в формулировках, когда говорить, я буду говорить о маме, но мы подразумеваем, когда я говорю «мама», что это родитель. Это чаще всего в нашей истории первое лицо, фигура первичной привязанности – это мама, поэтому именно о маме я говорю. Но точно так же это может быть любой другой значимый взрослый. Это может быть отец. Прошу прощения, Ольга Николаевна, можно ли попросить вас выйти и перезайти в вебинар? Да, могу. Да, сейчас. Мне нужно прекратить вещание и выйти отсюда, да? Так, сейчас скажу, да. Просто идет очень сильная помеха в виде тиканья, потому что действительно очень сильно сейчас идет, и это идет, как бы сейчас пошло с вашей стороны. У меня никаких нет здесь. А у вас и не будет. Оно слышно у нас, да. Хорошо. У участников я тоже слышу. Прошу прощения, уважаемые участники, просто стараемся справиться с проблемой, чтобы вам было комфортно слушать вебинар. Хорошо, тогда я... Просто, да, попробуйте закрыть браузер и подключиться повторно. Это может занять некоторое время, поэтому перезагрузить как бы браузер. Хорошо. Заходите через Google Chrome, да? Да. Ага. Ну, попробуем пока так. Хорошо. Ну, будем... Тогда я сейчас... Будем надеяться, да. Давайте все еще. Тогда небольшой перерывчик. Ага, большое спасибо. Спасибо. Да, сейчас, коллеги, небольшая... Небольшая минута тишины у нас сейчас будет. Постараемся справиться. Да, очень уютно. Спасибо, Олесе. Ну, будем надеяться, что нам получится у нас справиться с этим тиканьем, конечно. Это может для кого-то уютно, а кого-то, может быть, отвлекать. Поэтому попробуем сейчас с ним справиться. Ну, такое вот надо... Иногда бывает. Техника есть техника. И да, бывает по-всякому. Надеемся, что у Ольги Николаевны сейчас все получится и все будет у нас с вами хорошо. Юлия, динамик на максимуме. Нет, звук, вы знаете, звук идет нормально, потому что я смотрю тоже с компьютера и со смартфона. Даже со смартфона у меня нормально, не на максимуме стоит звук. Идет нормально. Это тоже может быть связано или с сигналом интернета по-разному. У кого-то очень хорошо слышно, у кого-то могут быть вот такие плавания звука. У меня, Светлана, да, у меня пока все нормально. Вот я переподключилась, я немножко поменяла микрофон на другой у себя в настройках. Как сейчас? Все равно есть, да. Так, стоп, а вот сейчас поговорите, попробуйте. Я поменяла настройках, микрофон могу вернуть обратно. Но вот в данный момент я у себя в настройках, то есть мне предлагал на выход два микрофона, я выбрала другой, не как в системе, то есть установленный. Ага, вот я смотрю, у части участников идет нормально, он то появляется, то пропадает. Но давайте, коллеги, давайте оставим так, как есть, потому что я так чувствую сейчас. Вряд ли мы с этим. Ну, считайте, что у нас завелся сверчок. Ольга Николаевна, завелся сверчок, да. Или цикада, ну вот будем представлять, что мы на горе звучат. Я не могу представить себе, с чем это связано, потому что никаких подключенных дополнительно приборов, никаких-то других звуков у меня вот нет, да. Компьютер работает от сети. Да, новогодние ходики, коллеги, начинают креативить, действительно так. Да, вот у кого-то появляется, у кого-то нет, давайте, коллеги, договоримся, мы оставим так, как есть. Будем считать, что это цикады, новогодние рождественские сверчки и новогодние ходики. Ну, чтобы нам сейчас не прерывать вебинар, хорошо? А потом, я надеюсь, что к следующему разу мы с Ольгой Николаевной попробуем эту проблему решить, чтобы у нас уже ничего не тикало. Хорошо, возможно, ничего не будет, но если будет совсем-совсем как-то нестерпимо, да, то тогда... Ну, что же делать? Сигнализируем. Сигнализируем, да, совершенно верно. Хорошо, тогда Ольга Николаевна, продолжаем. Хорошо. Ну что, коллеги, возвращаемся к этой теме, да. Вот, что мне хочется сказать, да, что на самом деле в теме привязанности у нас есть много нюансов и много всяких мифов относительно того, что существовало именно вот в нашей, да, как говорится, в отечественной психологии. И сама теория привязанности, она была основана Джоном Болуби, продолженной Мэри Эйнсвер, да, вы понимаете, это не наша фамилия, это зарубежные авторы. И во времена советской системы образования и воспитания эта теория, естественно, не поддерживалась. И вы поймете, почему она не поддерживалась, потому что были определенные идеологические принципы, идеологические задачи, которые требовали немножко других подходов к воспитанию будущего гражданина. Потому что воспитание гражданина было для коллектива, то есть его воспитателем основным и тем, кому он должен быть привязанным, это была, ну, как бы страна, это было государство. Сейчас принцип у нас поменялся с точностью, да, наоборот, да, теперь каждый сам за себя, а не один за всех и все за одного. И, соответственно, очень много, я назову так это, огрехов у нас возникает в сфере взаимоотношений, в сфере взаимоотношений родителей и детей, в сфере взаимоотношений партнеров, да, между собой. Но вот саму привязанность мы получаем в очень раннем детстве. И вот то, что у нас сформировано, тот тип отношения к миру, к окружающему, как я его воспринимаю, как я воспринимаю других людей и как я воспринимаю самих себя, это очень ранний период в закладке, это довербальный период. Да, Джон Болби – достаточно хорошая мать. Да, то есть здесь тоже, почему я говорю мифы, потому что, ну, полностью на 100% быть, вот такой мамой, которая нужна ребенку, да, и быть полностью подстроенной под его потребности, невозможно, да, это и не нужно. Вы поймете сейчас, о чем я говорю. То есть мы привязанностью считаем особую форму эмоциональной коммуникации, то есть ту форму взаимодействия, которая основана на удовлетворении взрослым потребностей ребенка в безопасности и любви. И эта потребность, она наша базовая, она нам необходима, мы не можем от нее отказаться, где бы мы ни были, в каких бы мы условиях ни росли с вами. То есть так или иначе, если у ребенка нет значимого взрослого, то ему не к кому привязываться, а это обуславливает очень много нюансов в его индивидуальном развитии, вплоть до того, что наступает очень серьезная психопатология и полная невозможность социализации в социуме. То есть важность переоценить, наверное, сложно, но мне бы не хотелось, чтобы вот весь упор делался на том, что мама однозначно обязана удовлетворять все потребности ребенка. Да, маме нужно удовлетворять потребности ребенка, но по мере развития этих потребностей. И об этом тоже я скажу. Что здесь есть такого особенного? Мы можем читать кучу литературы, мы можем заморачиваться на тему того, как бы сформировать привязанность или что сейчас делать. Вы знаете, у меня студенты задают вопросы, а можно ли теперь поменять этот тип привязанности? Ну, здесь тоже есть разные ответы. Но на самом деле ничего специально делать не нужно. Вот та коммуникация, которая у нас предусмотрена природой, она и есть правильная. А что предусмотрено природой? Возьмите, к примеру, там, не знаю, кошечку, да? Вот кошечки появляются, котятки. Но, во-первых, даже в процессе вынашивания котят, как ведет себя кошка? Она становится более ленивой, она становится более вальяжной, она на ней уже не так играет, она уже не так реагирует на что-то. Все, что ее заботит, это ее собственное состояние. То есть вот вам принцип ведения женщины во время беременности, да? Ну, как можно больше заботиться о себе, и будет у тебя все хорошо. Когда появляется ребенок на свет, он сталкивается с первым большим, с первой жизненной травмой, да? Без травм, я уже говорила, вырасти нельзя, поэтому они у нас у всех есть, и травмы привязанности в том числе. Это то, что его из прекрасного места обитания выталкивает куда-то во что-то неизвестное, холодное, звучное, незнакомое, совершенно непонятное, совершенно неприятное. Там, где было ему классно и клево, его вытолкнули туда, где ему нехорошо. И, естественно, вся его природная суть, она начинает кричать о том, что, ребята, вообще я куда попал, помогите мне, спасите меня. И вот здесь самым правильным решением, которое, кстати, тоже появилось не так давно, это положить маме, ребенка сразу, да, приложить в груди, чтобы состоялось это первичное знакомство. Вот в этом первичном знакомстве у нас на совершенно бессознательном уровне выстраивается новая нейронная связь, да, из чего начинается формироваться привязанность уже в процессе онтогенеза. Это импритинг, это запечатление. Никто из них и никто из участников этого процесса не понимает, что происходит, но что-то происходит. И вот с этого момента, если в первые 18 часов после рождения ребенок встречается со своей мамой, то тогда он как бы чувствует, да, он ощущает, что у него есть взрослый, которому он может себя доверить и благодаря которому он не умрет. А дальше все просто. А дальше мы идем по потребностям ребенка. У младенца достаточно мало потребностей. С возрастом наши потребности усложняются. И, соответственно, что делает родитель? Родитель эти потребности удовлетворяет по мере взросления. Вот это тоже очень важный момент по мере взросления. Младенцу, ему непонятно, что он хочет, ему непонятно, как это получить. Все, что он может делать, он чувствует. Он ощущает физиологически чувство дискомфорта. Этот дискомфорт вызывает у него страх. Причем это не просто страх, что я чего-то испугался. Это такой первобытный ужас и ощущение, я умираю. И вот с этим ощущением он начинает выражать свое недовольство единственным возможным ему способом. То есть он начинает плакать и кричать. И когда он плачет и кричит, мама на это реагирует. Мама приходит и начинает разбираться, что надо ребенку в этот момент. Знает ли мама, что ему надо? Возможно, знает, а возможно и нет. То есть мама учится это понимать тоже в процессе ухода за ребенком. И вот она его покрутила, повертела, ага, что ты хочешь, покормила. А ребенок плачет. Подгузник поменяла, а он все равно плачет. Она берет его на ручки и начинает его ходить и укачивать, или с ним ласково разговаривать, и он замолкает. Вот какая была потребность. Контакт нужен был ребенку. Ему эмоции маминой нужны были. Он сам не знает, что ему нужно. Он это с мамой считывает. И потом они уже учатся, коннектятся друг с другом. Что получает ребеночек? Он получает комфорт, его тело расслабляется, он больше не кричит, страха больше нет. Вот и все. И так много миллионов раз. И тогда, где-то к шести месяцам, мы получаем уже определенную сформированную привязанность и понимание того, что у меня есть кто-то, кто больше, кто сильнее, который спасет, который знает, как надо, который меня не оставит. То есть, согласитесь, от нуля до шести месяцев – это очень-очень ранний период времени. И поэтому вот этот период времени, он очень важен для того, чтобы мы потом чувствовали себя надежно, безопасно в том мире, в котором мы живем. Ну, насколько, опять же, это возможно. Дальше у нас потребности меняются. Вот, знаете, аборигены поступали достаточно грамотно и поступают достаточно грамотно в этом вопросе. Что они делают? Они своего ребенка носят в слинге, да, они носят на себе, на своей груди, на животе, голеньком животе, голенького ребенка, пока он, ну, не станет, собственно, сам оттуда выбираться. И заметьте, выбирается он оттуда гораздо раньше, чем, ну, так скажем, ребенок, который этого не получает. Все очень просто. У него все рядом. Когда ребенок маленький, что ему нужно, да, как он узнает своего родителя? По запаху, по тактильным ощущениям, да, и по звуку голоса, но это тоже позже. А самое главное – это запах и веяние сердца. Почему прикладывают ребенка к груди? Вот это успокаивающие звуки, плюс еще покачивание. Вот это покачивание – это опять наш такой отход вот в тот период вынашивания, да, когда мама еще носила нас в животике. Ну, а что, ребенок, у него там все клево, у него еда под боком, сон под боком, туалет у него там же, развлечения у него тоже есть. Я хочу перевернуться, я пну там маму ножкой в бок, да, она переворачивается. Я пну ее в другой бок, она на другой бок переворачивается. Красота. Но когда он появляется на этот свет, да, тут уже все меняется. Вот в процессе привязанности у нас есть несколько очень таких важных синдетивных периодов. Вот период вынашивания, я не буду углубляться сейчас там в перинатальную психологию и так далее, но тем не менее в процессе вынашивания тоже происходят определенные процессы привязанности к своему взрослому. Как у самого взрослого к ребенку, так и у ребенка к матери. В процессе рождения еще пару месяцев мы ребенка просто донашиваем. Все, что делает младенец, ест, спит, ходит в туалет и требует к себе внимания, да, эмоционального внимания, тактильного контакта. Это где-то 2-3 месяца до появления комплекса оживления. А потом, когда ребенок уже слезает с рук, когда он научился ползать, он научился ходить, попробуйте вы его на руки возьмите, да, сначала догоните, а потом возьмите. Все, его потребность изменилась, и родитель должен его отпускать. Какое-то время ребенок не может делать самостоятельно что-то. Он очень хочет и капризничает по этому поводу, но делать не может. И некоторое время он проводит возле маминой юбки. Что значит у юбки? Наверняка вы видели, когда вы куда-то приходите, и там есть маленькие дети, и вы приходите и говорите, о, привет, а ребенок сразу так, хоп, и за мамину ногу прячется, и оттуда выглядывает, да, и везде за ней ходит хвостика. Мама в туалет, я за ней, мама в комнату, я за ней, мама туда-то, я за ней, да. И так у нас развивается программа следования. Я не могу еще ходить самостоятельно, но я могу следовать везде за тобой. И это тоже важный этап. То есть мне сначала нужно походить за кем-то, чтобы потом научиться это делать самому. Что здесь еще важного, да? Какие моменты есть? Вот первый период, это импритинг, когда состоялся, да, первые 18 часов после рождения. Если не получается сразу в первые 18 часов после рождения встретиться со своим малышом, тогда, конечно же, как можно раньше это делать. Потому что чем дольше мы оттягиваем процесс встречи, тем, ну, как бы, дольше будут последствия. Другой момент. Это 2-3 месяца комплекс оживления, когда ребенок начинает обращать на маму внимание, да. А где-то 4-5 месяцев – это важность материнского разговора. Кстати, где-то я встречала о том, что с младенцами надо разговаривать как со взрослыми, да, как будто ваш ребенок уже взрослый. Если вы тоже такое встречали, ну, бросайте огонечков, мы будем, как бы, я не одна тогда вот в этой истории, где надо, да, разговаривать. Но на самом деле это никак не связано с природой ребенка. Ребенок вас не поймет, он ничего с вас не считает. Поэтому материнский разговор – это то, когда мама говорит, ой, боженьки, ты кто у нас такой красивый, кто у нас такой замечательный, а у кого у нас такие ручки, у кого у нас такие ножки, и при этом сопровождает это все еще тактильными ощущениями, тогда ребенок с лица мамы, с ее эмоций, с ее приятных поглаживаний, что снимает? Он говорит, боженьки, ты посмотри, как она тащится, да. Так это же она от меня так тащится, так это же я такой классный. И она классная при этом, то есть и она хорошая, и я хорошая, и она хорошая. И вот это вот эмоциональное подтверждение тому, что я любимый, я значимый, я нужным. И это закладывается в фундамент нашей личности. И потом, как бы, что бы ни происходило, вот какие бы ситуации в жизни не были критические, внутри будет как будто бы внутренняя убежденность в том, что что бы со мной не было, но со мной все в порядке. Вот это очень ранний период. В шесть месяцев у нас появляется такая интересная штука, как феномен первичной привязанности. И это говорит о том, что ребенок начинает бояться других людей, но не боится других взрослых. Точнее, не боится своего взрослого. Вот эта вот привязанность, она очень ярко видна. Дети перестают идти на ручки к незнакомым людям. Они перестают вообще даже к бабушке, к дедушке, если их не бывает часто. У них как будто бы они меняются, для них имеет значение, кто их берет, кто с ними разговаривает. Всех остальных они боятся. Это нормально, так и должно быть. И не надо вот в этой ситуации идти супротив желания, так скажем, даже не желания, а потребности ребенка, и сказать, ну, боженьки, ну, это же бабушка, ну, пусть она его поносит на ручках, а он будет сопротивляться и извиваться. Лучше пусть он успокоится у вас на руках, а потом дальше ему уже будет, возможно, интересно, и он не будет так реагировать. Где-то в полтора года вот это чувство привязанности достигает максимума. Вот полтора года прям очень сензитивный период, когда ребенок уже научился устанавливать контакт, когда он знает, как потребовать себе что-то, когда он знает, как он может что-то, что ему нужно получить. Это то, когда он максимально привязан и максимально чувствителен к потребностям мамы. И уменьшается это к концу второго года. И вот там уже к концу второго года, где-то 2,5-3, у нас начинается большой такой период, да, это кризис трех лет. И в этот кризис трех лет мама мне как будто не нужна. Вот здесь появляется период автономии, он отделяет себя от тела матери и начинает говорить, так, слушайте, а я, оказывается, это не то, что мама, да, я-то там хочу чего-то своего, а она может вообще не отвечать на мои потребности. Критический период для обоих товарищей. Почему? Потому что маме сложно давать некую свободу ребенку, а ребенку сложно эту свободу брать. И он пытается всячески сделать так, чтобы ты догадалась, что я хочу, и сделала это вне зависимости от своих потребностей. Вот здесь мы уже включаем правило. Когда нельзя, значит нельзя. Да, будет истерика обязательно, но только так происходит процесс социализации. Это некая такая травматизация, но травматизация, которая поможет в будущем выстраивать отношения и жить в том социуме, в котором я есть. Естественно, в зависимости от типа того, какими были эти отношения в детстве, у нас есть разные типы привязанности. И вот эти типы привязанности в некоторой литературе тоже сформулированы по-разному, да, но я все-таки предпочитаю обращаться к основателям, да, вот у Мэрии Эйнсверт, например, есть четыре типа привязанности. То есть мы с вами все, если на нас посмотреть сейчас, у нас есть эти четыре типа привязанности. Соответственно, у всех кто есть, да, то есть вот у детей, с кем вы работаете, например, особенно воспитатель, наверное, в детских садах, это тоже видят очень ярко. В школе уже там больше есть научение, да, и оно уже скрывается, и там нет таких тесных контактов, которые есть, допустим, в детском саду. То есть вот воспитатель детского сада, он прям вот, ну, красивой картинкой видит то, какие взаимоотношения есть в родительской семье. Так вот, какие типы привязанности есть? Самый такой хороший вариант – это безопасная надежная привязанность. Что значит безопасная надежная привязанность? Я вам сейчас, ну, на примере это приведу, вот по всем типам пробегусь, как они появляются и как это выглядит. Сначала, наверное, вот на слайде вы уже посмотрели, поэтому, наверное, оставаться здесь не буду, а пойду чуть дальше. Надежный. Надежный тип привязанности. Это касается как родителей, так и других взрослых. Вот хочу еще раз делать акцент, знаете, на чем? На том, что, ну, не всем нам, так скажем, повезло, может быть, с родительским таким отношением. Этому тоже есть определенное объяснение. Еще раз говорю, в советское время этому не уделяли внимания. У нас практически все, кто вырос в советское, ну, вот детство, у которых прошло в советское время, у нас у всех избегающий тип привязанности. Потому что, ну, вот так было правильно, так было нужно. И если у меня есть вот уже сформированный какой-то тип привязанности, я говорю про ребенка, сейчас у ребенка он есть, то он этот тип демонстрирует и с воспитателем. То есть он к нему точно так же пытается выстраивать какие-то контакты. А вот если воспитатель будет вести себя иначе и демонстрировать другую модель поведения, допустим, надежную модель поведения, то тогда у ребенка есть шикарный шанс вот эту вот привязанность скорректировать. Полностью исправить ее нельзя, но скорректировать можно. У него появляется другой объект, привязавшись к которому и получив от него этот опыт, он может скорректировать, ну, так скажем, существенно достаточно свои будущие отношения. Так что же значит надежный тип привязанности? Это когда воспитатель в основном положительно реагирует на ребенка, а главное – последовательно и предсказуемо. Одно из условий развития надежной привязанности взрослый должен быть предсказуем. Сказал – сделал. После этого идет вот это. После вот этого идет вот это. Вплоть до того, что, например, я на своих консультациях, на других занятиях с родителями, я предлагаю такую практику. Со своим ребенком, когда просыпаетесь с утра, вы проговариваете все, что вы будете делать. Сейчас мы встанем, заправим кроватку, пойдем чистить зубки, а потом мы пойдем оденемся, а потом мы позавтракаем, а потом мы оденемся, а потом мы пойдем в садик, а потом стрелочка будет вот здесь, и я приду и заберу тебя из садика. Все. Вы создали ему модель, в которой он будет жить, и у него не будет излишней тревоги. Последовательность – это надежность. Основное условие, которое нужно нам для благополучного развития – это надежность и безопасность. И поэтому ребенок себя чувствует безопасно. Заметьте, большая часть, конечно же, воспитателей, она так и делает. Раньше, наверное, было непонятно, почему воспитатели всегда проговаривают, что они делают. Детки, мы сейчас будем с вами делать вот это, вот это, вот это. Все верно? Так и надо делать. Вот проговаривайте, и дети постоянно задают вопросы. А сейчас? А что потом? А что потом? Это не просто так, это не почемучка, это ему надо, чтобы снять свою тревогу. И вот в такой истории, да, когда воспитатель положительно реагирует на предложение ребенка, да, когда не кричит на него, не замахивается, ну, естественно, да, не ударяет, это и создает эту модель. Что считывает ребенок с такого человека? Сейчас скажу, как это в родительских отношениях. То есть, если мы говорим про родителя, то здесь родитель, который видит своего ребенка, считывает его эмоции и дает ему обратную связь. Например, я обещала пример. Есть Маша. Маше 5 лет. Маша бегала-бегала, играла, упала и порвала новые колготочки, испачкала новое платье и разбила коленочки. И вот Маша такая вся заплаканная, бежит домой, бежит к маме, говорит, и плачет. Ничего сказать не может. Что делает мама? Мама видит и говорит, Машенька, что случилось? Иди сюда, моя златкая. Посадила ее на коленочки, утешила, погладила. Ну, не переживай, ну, это колготочки. Мы сейчас с тобой снимем колготочки, мы помоем ножки, мы оденем другие, и все будет хорошо. Ну, конечно, ты расстроилась, конечно, тебе больно. Давай я тебя полечу, мы заклеим лейкопластырем. Вот это надежная мама. Все проговорила, что она будет делать. Дала обратную связь ребенку о том, что да, тебе больно, да, ты расстроилась, я понимаю, ну, так бывает. И все хорошо. В такой истории, как правило, ребенок быстренько успокаивается, и потом бежит так же хвост трубой, и даже не помня о том, что, собственно, случилось. И здесь считывание отношения с родителя, я тебя люблю, я забочусь о тебе, и меня это устраивает. Я могу справиться с тем, что случаются какие-то трудности, потому что я знаю, что это часть наших отношений. То есть это, знаете, это звучит как я тебя люблю, я забочусь о тебе, и даже если есть конфликты, я понимаю, что они есть, что ну да, так бывает. Меня это не разрушает. Другой тип, да. Амбивалентный тип привязанности. Я давайте сначала перескучу вот на такой, да, он не более частый. Избегающий тип привязанности. Вот в избегающем типе привязанности воспитатель редко реагирует на какие-то просьбы, положительно реагирует на просьбы ребенка. Большую часть времени, да, ну давайте сами там что-нибудь. То есть он не замечает, что делают дети. Он не реагирует на то, какие они эмоции испытывают. Игрушку взял, игрушку положил, да. Это вот, это знаете, это такая отстраненная модель, когда, господи, делайте вы что хотите, только меня не трогайте. И вот в таких отношениях ребенок может делать все, что угодно, но при этом он будет в тревоге, при этом он будет знать, что что бы он ни делал, все равно контакта он не получит, а смысл вообще тогда пытаться. Но на самом деле пытаются. Пытаются привлечь внимание именно тем образом, на который вы обратите внимание. Вы не обращаете так, хорошо, я переверну стол. Не обращайте так, я пойду сейчас вон тому мальчику там тресну в глаз. И естественно, воспитатель сразу кричит, прибегает, что это такое, а что получает ребенок? О, вот что работает, да. Вот так надо внимание к себе привлекать. Но, как правило, находясь длительно вот в таких отношениях привязанности, дети снимают модель, что что бы ни случилось, всем на меня все равно. Поэтому я лучше вообще не буду искать каких-то отношений. Если опять же на примере Машеньки, вот точно такая же история, Маша прибежала домой, Маша плохо, Маша плачет, мама на нее смотрит, мама занята там, мама что-то куш-то готовит, она говорит, ну что ты, ну конечно, ну да, коленки вижу, ага, платье, вот там иди в шкафу возьми новый, иди сама помойся и так далее, не мешай мне, знаешь, сколько работы не до тебя теперь. Все, что получает Маша, то есть какой она получает подкрепляющий механизм. Она понимает, что в принципе, что бы с ней не произошло, маме как бы все равно. Она и про себя ничего не поняла, что с ней произошло, и она и про нее ничего не поняла. В следующий раз она не обратится. Она будет отстраняться и будет избегать. Едем дальше, да, вот я перелистнула, амбивалентный тип привязанности. Амбивалентный, он противоречивый. И вот этот противоречивый тип привязанности самый непоследовательный. Вы знаете, я бы обозвала это, обозвала именно это таким образом, как есть у нас в русском языке такая прекрасная поговорка из домостроящего, бьет, значит любит. Вот это примерно про то. Тут воспитатель непоследователен в своих действиях и в своих реакциях. Он реагирует и положительно, и отрицательно. И, например, где-то он реагирует положительно, а где-то игнорирует. Причем игнорирует, как правило, достаточно агрессивно. И ребенок не понимает, ты сегодня в каком настроении? Ты сегодня меня услышишь, увидишь? Или ты меня сегодня, как говорится, отошлешь куда-нибудь? Или не заметишь? И к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот когда есть хорошее настроение, я в тебя вцепляюсь прям, все, я тебя не буду отпускать. А когда у тебя плохое настроение, это вот брысь под лавку и не трогай. И вот это вот противоречие, которое есть, оно в отношениях потом перетекает в то, что эти люди очень хотят привязываться, но привязываясь, они цепляются, вот как бы зависимыми являются. И они не могут выносить, когда их отвергают. Но тем не менее, сами провоцируют других людей на то, чтобы их отвергали. А после цепляются еще больше. То есть это постоянные такие, знаете, как качели. Привет со зависимым отношением. И вот в этой истории, опять же, возвращаясь к нашей девочке Маше, которая у нас тут красной нитью проходит, что должна сделать мама? Маша прибегает домой, мама там чем-то занимается. Что делает мама? Она смотрит на ребенка. Ну, что такое? Ну, блин, ты посмотри, что ты наделала. Ты знаешь, сколько я денег на эти колготки потратила. И что ты ревешь? Вот мне сейчас что делать? Ну, вот как быть? И, в общем, кричит, да, и говорит, вообще, что за ребенок? У всех дети как дети, а ты вообще какая-то ненормальная. Слушай, вот иди сядь туда, все, я расстроена, вообще не подходи ко мне. Ребенок уходит и садится, мама остыла, мама подходит, давай сюда колготки, сейчас я тебе там другие дам. Давай мы сейчас это помоем. Ой, ну ты вообще, конечно, ну прям даже не знаю, что с тобой делать. Что получается? Что чисто на физиологическом уровне мама позаботилась, колготочки поменяла, там коленку замазала, а на эмоциональном уровне показала, как ты плохо поступила, то есть дала негативную обратку. Что считывает ребенок? Когда мне плохо, маме плохо. Когда у меня что-то происходит, у мамы тоже что-то происходит. Я получаю негативный какой-то вал эмоций, с которым ни она не может справиться, ни я не могу справиться, но при этом вроде она хорошая. И вот это вечное будет мигание, когда родитель воспринимается тире хороший, тире плохой. Ну и есть и еще один тип привязанности, он более редко встречается, да, дезорганизованный. Вот дезорганизованный тип привязанности, он был выделен именно тогда, когда это касалось жестокого обращения. То есть вот если мы опять пройдем в историю с Машей, то там получится, что вот Маша пришла домой, что делает мама? Мама увидела это, она говорит, ничего себе ты наделала, да как ты вообще, да ты знаешь, сколько я зарабатывала, да что ты творишь вообще, да ты мне всю жизнь испортил, ты знаешь, как тяжело деньги зарабатывать, ты вообще хоть о чем-то думаешь, нет, ты назло мне все делаешь, да лучше бы я тебя не рожала, уйди с глаз моих долой, чтобы я тебя не видела. И закрывают ее в комнате, и на улицу ты больше не пойдешь. Вот. Это жестокое обращение, это полное игнорирование потребностей ребенка, это невозможность ребенку вообще понять свои чувства, это только страх, который он испытывает, но при этом все равно будет отношение, привязанности. А ребенок все равно будет любить этого родителя, но будет любить, ненавидеть одновременно, и при этом никогда эти отношения, они не будут устойчивыми. Это как будто привязанность, которая всегда хочет выстроиться, но не может. И когда такие люди вырастают, чаще всего они, когда вступают в отношения, они берут на себя модель родительскую, да, становятся либо жертвой, либо агрессором. А чаще всего они не могут формировать длительные отношения. Поэтому как только начинается формат, например, того же самого конфликта, который обычно преодолевается, да, там, переговорами или еще какими-то другими вещами, то в данном случае у них будет разрыв контактов. Близость для них будет болезненно. В близость они ходить не будут. И вот такой тип привязанности зачастую встречается у нас именно в учреждении для детей-сирот. То есть там, где не было возможности. То есть те примеры, которые я вам привела, это все-таки как бы семья, где есть родитель, да, более-менее хоть как-то такой нормальный родитель. Я не беру сейчас какие-то критические ситуации, когда родители нет. То есть там другая история. И вот эти типы привязанности мы видим с вами в детском коллективе. Если попробовать перенести это на то, ну, допустим, на тот же самый детский сад. Есть дети, которые такие самостоятельные, самодостаточные, он там приходит, он не предъявляет никаких эмоций, он не предъявляет никаких требований к воспитателю, он берет какую-то игрушку, он садится себе где-нибудь в угол и методично ей занимаются. Ему не интересно, что происходит вокруг. Ему не хочется контактировать с другими детьми. Если к нему кто-то идет на контакт, он может достаточно резко отреагировать. Это избегающее. Мне не нужны люди. Не надо. В надежном типе привязанности это детки требовательные. Это те, которые подходят, всегда воспитатели пытаются потрогать, погладить, которые заглядывают в глазки, которые ищут одобрения. Они, вот смотри, и с каждой штукой, которую они сделали, посмотри, как я сделал. Скажи мне, что это красиво. Смотри, как это здорово. Им нужна вот эта обратная связь от воспитателя. И когда воспитатель прикасается, говорит, да, Миша, ты молодец. Ребенок счастлив, прям заметный, и потом уходит дальше играть по своим делам. В амбивалентной привязанности это дети, которые липнут. Они висят. Им нужен постоянный контакт. Они могут плакать, если вы от этого контакта их лишаете. Как правило, они не дают другим детям подходить к вам, потому что они вас оккупируют. Но когда вы пытаетесь от них отстраниться, они начинают наказывать вас, либо наказывать других деток. Могут драться, могут кусаться, могут даже больно или что-то обидное и гадкое сказать вам. То есть ты меня бросаешь, так я тебе сейчас покажу, на что за это будет. Ну, если дезорганизованным типом привязанности, да, еще раз говорю, встречается не так чаще, как правило, это может быть демонстрация всех этих видов, но неустойчивая. То есть ребенок прибежал, там, положил голову вам на коленочки, там, увидел что-то такое, и все, и убежал дальше. То есть контакты не держатся. Он вас не слышит, он вас не видит, он на ваши просьбы не реагирует, хотя будет смотреть откровенно в глаза, кивать головой, говорить, да-да-да, конечно, я все понимаю, но делать ничего не будет. И это отношение у него будет ко всем взрослым безвыборочно. Вот. Ну, есть еще и, да, я обещала диагностику, да, вот здесь на слайде представлен два теста, которые вы можете пройти, вы пока, например, меня слушаете, даже можете это сделать. Есть опросник близких отношений, он уже для людей, которые сейчас выросли, да, для нас, для взрослых, которые вы можете оценить свои отношения привязанности, да, то есть как я выстраиваю отношения. И есть определение стиля привязанности, да, то есть здесь тоже я вам ссылочку дала. Стиль привязанности – это то, какой он у меня. Там в зависимости, как говорится, каких ответов больше, такой стиль и доминирует. На самом деле у нас как бы один стиль доминирующий, но есть еще и другие, то есть они вот как бы перекликаются между собой, но доминанта все равно присутствует. Что здесь еще бы я хотела вам продемонстрировать? Ну, во-первых, да, сказать о том, чтобы сразу... Вот хорошая фраза была вначале, кто-то написал, что достаточно хорошая мать. Действительно, идеальным родителям быть нельзя. Идеальных родителей не существует. Идеальным не нужно быть. Так же, как и воспитателям, так же, как и педагогам. Есть достаточно хорошие. Вот в стремлении быть лучше, в стремлении быть идеальным, мы выгораем. Родители выгорают в том числе. И как бы вы не хотели избежать травматизации, сделать это невозможно. Если мы будем избегать травматизации, то мы не социализируем детей. Если вы будете идти только на поводу у потребностей ребенка, допустим, если мы возьмем, опять же, детский сад или школу, то вы не выполните тех задач, которые стоят перед вами. Поэтому да, в какой-то степени вам придется игнорировать. И в какой-то степени все эти травмы привязанности мы с вами проживаем. Просто нужно об этом знать. И потом мы можем их закрывать. Что, собственно, и происходит? Разлука. Мама пошла в туалет, закрыла дверь изнутри. Мама плохая, она меня бросила. Вот это травма привязанности. Мама отвела меня в садик, она опоздала. Она забрала меня на полчаса позже, пробки были. Да какая разница, она меня бросила, плохая мама. Мама пошла в магазин, а меня оставила дома. Опять плохая мама. Вот это потеря, да, вот это разлука. И сколько таких ситуаций в жизни бывает? Множество. Как мы это, ну так скажем, восполняем и реабилитируем? Вы пришли, так пока вот вы пришли, сразу же обратитесь к своему ребенку, и послушайте его нытье, и послушайте его истерику, скажите, да, конечно. Да, именно так и получилось. Да, ну мне пришлось вот так вот, ну конечно, нет, я тебя люблю, да, само собой. То есть дайте ему возможность на вас, ну как говорится, вылить гнев, да, который у него накопился. Это нормально. Это неизбежно. Материнская депривация, да, это другая. Вот это ситуация, когда мама ушла в магазин, и мама больше не вернулась. Пропала мама. Смерть родителя, да, неспособность родителя заниматься воспитанием ребенка. Мама уехала на заработки, ребенка отвезла к бабушке. И вот тогда возникает материнская депривация. Что здесь особенного, да? У нас исчезает фигура привязанности. Но я знаю, как ее выстраивать. У меня была мама, да, я знаю, какие это отношения. И в этой истории мы заменяем эту фигуру. И вот в истории, когда ребенок, которого, например, очень часто передают бабушкам, дедушкам, а родители очень много работают. Вот такой ребенок, как правило, всегда голодный до привязанности, и он с удовольствием привязывается к воспитателю. И вот тоже, я думаю, что таких деток встречали. Они выискивают того, кто на них откликается. Они голодные, они жадные, и они с удовольствием привязываются, и они потом скучают, и они начинают даже мамой называть некоторых воспитателей, потому что у них нет этой фигуры, а привязанность выстраивать они не имеют. И в такой ситуации самый лучший способ это быть этой надежной фигурой. Стать ей, получить, и ребенок выстроит этот опыт, он достроит его сам. Ну, у нас, к сожалению, когда родители погибают, лучший способ это помещение детей все-таки в систему замещающей семьи, а не в систему учреждения, потому что там это сделать будет невозможно. Другая травма привязанности, ненадежная забота, пренебрежение потребностями. Вообще, вот ненадежная забота это уставшая мама. Уставшая мама, которая устала, отстань мне не до тебя, я не могу. Депрессивная мама в том числе, которая заботится о ребенке, но кое-как. Я вот тебе есть приготовила, все, больше меня не трогай. Это одна градация, да, то есть она еще как бы более-менее удобоваримая. И другая градация, это когда мама пренебрегает потребностями, да, мне все равно, что хочешь ты, главное, что хочу я. Как я сказала, так и будет. Твое место вообще пока еще не определено, да, у тебя еще нет своего слова и права голоса. Вплоть до того, что родитель может лишать ребенка еды, лишать ребенка сна, игрушек, там, я не знаю, одежды какой-то, да, гигиены элементарной, что ты, например, будешь сидеть дома или ты, я не знаю, не выйдешь из комнаты, закрыть его в комнате. Но это уже статья жестокого обращения. И вот в такой истории, что мы видим как бы у деток? Как правило, это те дети, которые демонстрируют к нам полное, абсолютное безразличие. Они отстраненные, они не реагируют, они привыкли находиться вот в этой ситуации игнорирования, и им проще находиться в ситуации игнорирования. А вот когда вы на них обращаете внимание, это для них является болезненным. Когда вы пытаетесь спросить, как у него дела, это является болезненным. Он уходит, он не отвечает, он не будет идти на контакт. Ему так безопасно. Потому что он знает, когда он идет на контакт, он его не получит. И он отказывается от этого контакта. Другая травма это конфликт лояльности. Вот этот конфликт лояльности это то, что у нас возникает тогда, когда есть два взрослых, которые делят одного ребенка. На что это похоже? На какую жизненную ситуацию? Можете написать в комментариях, в чатике. Когда происходит такая ситуация, когда у нас есть один ребенок и есть два взрослых. И вот где этот конфликт находится? Да, при разводе. Совершенно верно. Именно. В ситуации развода у нас есть один родитель, который говорит, как надо, я лучше, люби меня. Есть другой родитель, который знает, как надо, люби меня, я лучше. Да, конфликты дома. Конфликты дома, когда родители занимают противоборствующие стороны, и говорят ребенку, вот если ты меня любишь, то ты сделаешь так, как я тебя прошу. Ему надо выбирать. Плюс такая же история может быть, когда у нас есть мама и есть бабушка. И мама воспитывает ребенка одним образом, а бабушка говорит, что ты делаешь? Ты делаешь неправильно, я тебя старше, это я знаю как, это я детей уже вырастила, ты еще нет. И она воспитывает, допустим, внука как-то иначе. Вы отправляете внука там к бабушке в деревню и говорите своей там маме, допустим, да, о том, что ему сладкое нельзя, потому что у него там диатез, я не знаю, еще что-то, какая-то штука, ему надо делать то-то, то-то. Приезжает к вам ребенок, весь красный, розовый, располневший, пухлый такой, да, и вы думаете, как же так, что же ты делаешь? И когда вы начинаете выстраивать заново свою систему воспитания, у ребенка идет агрессия, он говорит, боже, ты меня не любишь, я лучше поеду к бабушке, потому что она мне разрешает, а ты плохая, ты мне не разрешаешь. Вот этот конфликт налицо. Но самый худший вариант, который можно представить, это когда родители или кто-то, либо другой взрослый заставляет ребенка выбрать, кого ты больше любишь. Я знаю, что на судебных заседаниях по определению места жительства ребенка задают такой вопрос. С кем бы ты хотел жить? Это одна история. А с кем бы ты хотел жить? Кого ты любишь больше? Вы представляете, что вы делаете с ребенком? Вы его разделяете на две части. Вы ему говорите, откажись от одного родителя, выбери другого. Это всегда заканчивается очень и очень нехорошо. Это всегда заканчивается потом во взрослом возрасте, длительной терапии у психотерапевта, а может быть, еще с какими-то последствиями. И амбивалентная токсичная привязанность. Вот это как раз-таки то обращение, которое формирует эту амбивалентную привязанность. Это вот даже по линии вы можете посмотреть. Это то, когда родитель, когда мне надо, я тебя люблю, я тебя притягиваю, идем ко мне, я тебя полюблю, пожалею, дам тебе все, что ты хочешь. Но когда мне не надо, уйди из глаз моих долой. Я тебя ненавижу. Я могу обращаться с тобой плохо, жестоко в какие-то периоды. Вот это жестокое обращение. И это та история, когда родитель сам, например, переживает какую-то очень сложную жизненную ситуацию и предпочитает с ребенком не делиться о том, что у него происходит внутри. Тот же самый развод, когда маме очень обидно, когда она очень злится на своего мужа и старается с ребенком не контактировать, потому что он его так напоминает в повадках, что его прям треснуть хочется. А дети-то это все чувствуют, и ребенок не понимает, почему вы отвергаете. Ну и вот здесь есть нюанс. Это, конечно, вот это самое худшее, наверное, травма. Материнская депривация очень плохая травма. И вот это вот самая такая травма плохая по последствиям. Почему? Потому что вот в такой истории ребенок все равно будет любить родителя, даже если он его бьет. Даже если он сделает с ним какие-то совершенно непристойные вещи, нехорошие. Ребенок будет его любить. Но при этом он запомнит, на всю жизнь, что для него безопасностью и безопасными правильными отношениями будут являться именно такие отношения, в которых либо он битый, либо он является бьющим. И потом вот это вот, ну как бы переломить, это бывает очень-очень сложно. И, как правило, здесь какая еще ошибка бывает распространенная. Если родитель сорвался на ребенка, то надо подойти и извиниться, что я, мне было плохо, не с тобой что-то не так, а со мной что-то не так. Но в целом, как поступают родители, да, ну, в такого плана, когда они срываются на ребенке, там, не знаю, там, затрещину отвешили, там, еще плохими словами назвали. Он говорит, а что? А ты меня вынудил? А как с тобой иначе-то? И вот тогда как раз таки развивается именно то, что, собственно, не должно развиваться, ничему хорошему оно не приводит. Ну, и я думаю, что вы понимаете, да, что вот все эти действия, которые я сейчас комментирую относительно привязанности к родителям, точно так же распространяются на педагога и на воспитателя. Мы разбирали, да, какие нельзя действия совершать педагогу, они все в основном основаны, да, на этой теории привязанности. Потому что ребенок воспринимает воспитателя, воспринимает учителя как взрослого, значимого взрослого, знающего взрослого, авторитетного взрослого. И то, что вы делаете, это правильно. Причем, что бы вы ни делали, это есть правильно. И он снимает с вас вашу манеру поведения, вашу манеру построения взаимоотношений с другими детьми, с другими взрослыми. Они все видят прекрасно и воспринимают как надо. Признаки сформированности. Вот я сейчас их прямо обозначать и зачитывать не буду. Хочу отметить только несколько моментов. Как мы можем понять, что привязанность у ребенка есть, и она хорошо сформировалась? Во-первых, дети не боятся смотреть в глаза и отвечают эмоциями и эмоциями. Они подражают взрослому. Вот один из моментов, тогда понять, кому привязан ребенок больше, даже вот в детском саду, опять же, это хорошо видно. Дети некоторых воспитателей пародируют. Не всех, только некоторых. Они начинают ручки так держать, ножки так держать, говорить таким назидательным тоном. Значит, вот к этому воспитателю ребенок привязан больше. Дети стремятся к взрослому, когда страшно или больно. Вот что-то случилось, какой-то звук, допустим, громкий, или вообще какая-то другая ситуация произошла. И ребенок стремится к взрослому, прям прикоснуться к ногам, к рукам, спрятаться за спину. То есть, значит, она сформирована. А ребенок, который забивается в угол и наоборот не пускает к себе взрослого, вот это повод задуматься о том, что у него не так, да? А не так у него однозначно, когда его значимый взрослый, ему же делает больно. Когда ребенок может расслабиться в ситуации телесного контакта, то есть он принимает утешение, он истерит, он плачет, вы берете его на руку или вы прикасаетесь к нему, да? Вы обнимаете его, вы его гладите по спинке, он может еще какое-то время поистерить, а потом так схлипывает и прямо вот это вот физическое облегчение, расслабление по телу идет. Взаимодействует. Испытывает боязнь незнакомых людей. Вот, соответственно, возрасту. Хочет, чтобы взрослый ему принадлежал. Тоже один из таких моментов, которые очень ярко видно, как это я бы назвала, это даже такими моментами, пережитками советского прошлого. Допустим, вот в советское время, да, спокойно дети делились своими родителями, да, ну ладно, хорошо, много братьев, сестер, всегда в коллективе, и ребенок как-то не претендовал на то, чтобы родитель ему принадлежал. Но занимаешься ты с кем-то другим, занимаешься. А вот когда у нас сейчас история, да, и мы говорим про безопасную привязанность, то любой ребенок, который привязан к своему родителю или привязан к своему взрослому, будет стремиться других детей оттолкнуть на задний план. Это нормально. Ну и готов делиться со взрослым своим внутренним миром. Что значит делиться своим внутренним миром? Это про то, что я тебе что-то расскажу, я тебе такой большой секретик хочу сказать. Или ты знаешь, вот у меня есть коробочка, да, и я вот тебе только покажу эти сокровища. А в коробочке куриные косточки, обертки, огрызки, пуговицы разные, но это мои сокровища, и я с тобой этим делюсь, потому что для меня это сокровенно. Вот это прям высшая степень проявления детского доверия. И когда есть детки, которые приходят в детский сад, они приносят свою игрушку, они прям из дома ее забирают, они приносят, приносят воспитателю. И говорит, Марья Ивановна, смотри, прям вот дают ей в руки, вот так вот, а сам держит где-нибудь за ножку, так, чтобы не отдать себе полностью. Ну посмотри, какая она классная, у нее нет одного глаза, вырванной там часть местами мех, да, но она шикарная просто. И ваша задача скоро сказать, о, боженьки, какая красота. Спасибо, что ты мне так доверяешь. Вот он хочет показать, потому что вы для него прям вот авторитет. Ну и здесь тоже основные принципы терапевтического воспитания. Прокомментирую тоже несколько только моментов, да, и хочу еще раз сделать акцент на том, что счастье наших детей, как в семье, так и в саду, так и в школе, в образовательной любой организации, зависит в первую очередь от того, насколько расслаблен, безопасен и здоров взрослый. Поэтому, если мы хотим что-то помочь, что-то поменять, где-то помочь ребенку в формировании его процессов, в формировании его привязанности, мы начинаем с себя. Мы сначала свои процессы устаканиваем, а потом уже идем туда. Поэтому правило номер один – это забота взрослого о себе. Потому что довольный родитель, довольный воспитатель не будет срываться на ребенке. Он будет к нему открыт, он будет к нему чувствительным, потому что, еще раз говорю, специального чего-то такого делать не надо. Надо быть открытым для контакта. Надо давать этот контакт. А когда вы не в ресурсе, вы не в состоянии его даже себе дать, как же вы можете дать это кому-то другому. Вот. Ну, у меня на этом все, коллеги. Поэтому я сейчас еще продемонстрирую вам список литературы, который буду рекомендовать. Вот здесь остановлюсь на одной книжечке. Прямо очень рекомендую всем-всем прочитать. Это Людмила Петрановская. Она развивает теорию привязанности. У нас в России очень хорошо пишет, очень понятным языком. Я думаю, вам самим про себя, про взрослых будет много чего интересного, интересного, да, что вы про себя узнаете. И если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. Презентация у вас будет, да, вы сможете это посмотреть в как бы удобном для вас режиме. Поэтому и книги тоже здесь есть. Сможете получить всю информацию. Спасибо вам огромное тоже, да, за интерес. Если вам действительно было полезно, то тоже можете поставить огонечки. Мне будет приятно, когда это будет мигать вот так вот на экране. Спасибо вам большое. Вижу, да, что вопросов у нас нет. Это, ну вот это жизненно важная такая вот потребность, да, привязанность. И на самом деле все от нее идет. Все начинается с этого. Вы знаете, всегда говорили, что все начинается с детства. Так оно и есть. Но вот что в этом детстве есть? Самое главное, что там есть, это наши взрослые, которых мы любим и которым мы привязываемся. От них мы берем то, как мы будем в дальнейшем любить других. А самое главное, как мы будем любить себя. Вопрос выше. Какой вопрос выше? Я, видимо, не увидела. Смотрю. Агрессивно реагирует на замечания. Детки агрессивно реагируют на замечания. Ну, вообще, это зависит от возраста. В каком возрасте детки реагируют на замечания. Давайте скажем честно. Если ему где-то примерно 3-5, то он должен реагировать агрессивно на замечания. Ему же не нравится, вы же от него что-то хотите. Это норма. Но если мы будем говорить про более старший возраст, то в какой форме вы делаете замечания? Возможно, ребенок воспитывается в формате попустительства. То есть, когда ему не делают этих замечаний. То есть, его родители. Вы же понимаете, что на замечания в работе 6 лет. Агрессивно реагируют на замечания в работе 6 лет. То есть, здесь надо смотреть на то, как ведут себя родители. Обратите внимание, пожалуйста, когда, например, приходят за ребенком мама или папа, и когда вы что-то говорите, например, про то, что вы знаете, например, вот ваш ребенок сегодня делал вот это, вот это. Это же, конечно, нормально, но мне бы хотелось, чтобы вы вот еще вот это, вот это сделали. То есть, если вы даете какое-то задание родителя, обратите внимание на его критику, как он воспринимает. Начинает он перевешивать ответственность на вас, и говорит, да вы что, да мы и так много чего делаем. Просто если такая реакция у родителей есть, ну, что говорить, не принимает никакую критику. А вот здесь, если он не принимает вообще никакую критику, мы можем говорить о том, что, значит, родитель не дает никакой обратной связи. То есть, почему говорю, есть в крайней степени еще и попустительство. Что бы ты ни делал, все классно, все классно, только не плачь, ой, только мозг мне не выноси. Родители замечательные. Ну, тогда мне мало информации для того, чтобы дать вам какой-то более развернутый ответ. Это может быть связано и с индивидуальными особенностями ребенка, но я все-таки больше думаю, что это связано именно со стилем родительского воспитания. Все стараются донести через понимание. Значит, недостаточно правил, недостаточно границ. То есть, может быть, даже ребенок где-то в какой-то степени родителями манипулирует. Они для него стараются. Есть такое воспитание по типу децоцентристов, да, децоцентрическая модель, когда ребенок царь. И вот все, что царь захочет, все так и будет. Да, мы объясняем, мы никаких там жестких методов не используем. Но так или иначе, если он хочет, он этого добивается. Избалован. Ну, можно, да, можно сказать так, избалован. Ну, я бы назвала это просто недостатком контроля, недостатком границ. Скорее всего, и в самой семье тоже есть такой недостаток и границ. Не только в отношениях с ребенком. Ну что, коллеги, еще раз спасибо вам за вопросы, за участие. Всех с наступающим Новым Годом. Давайте все, что у вас как бы осталось такого негативного, оставляйте в старом году. И с новым, с новыми желаниями, с новыми силами в Новый Год. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok